Несколько комплектов спального белья, не постельного, просто одеяло, подушки. Кому-то нужна кастрюля большая, наверняка большая семья и тяжело готовить еду без таких принадлежностей. Там где-то на дне миксер есть, кому-то нужен фен. Фен такой, конечно, спорный, но тем не менее мы это тоже делаем. Кому-то блендер. Блендер, например, когда нужен маленьким детям измельчать еду, ну тут вообще даже не обсуждается, то есть мы прям даже не думая, берем и все. Все это помощь украинским беженцам, которую Артем и его напарник Сергей развозят каждый день. Система простая. Украинцы обращаются за помощью, в ответ молодые люди просят список необходимого и контактные данные. Артем рассказывает, что заниматься благотворительностью решились после сообщения в соцсетях, в котором беженка, приехавшая в Ригу, просила о помощи. У нее с собой не было буквально ничего. Она была уже в таком положении, где реально кто-то должен был ей помочь. И до этого случая мы, как и все здесь окружающие, скорее всего думали, что ну да, где-то война, там кто-то воюет, нас особо не касается, вроде где-то что-то слышим, там вроде государство помогает, а вроде не помогает. Как помогает? Ну так, абстрактно все это было. А в итоге, да, в итоге получилось, что когда уже столкнулись с реальным случаем, уже поняли, что там огромная куча людей, которым реально нужна помощь. Мы просто снимаем квартиру, там просто вообще пусто. Я попросила как бы то, что там есть, ну минимально, там кто-то кастрюлю, кто-то три, там девочки тоже на фейсбуке уже написали, поэтому вот так вот все помогают друг другу. Ну, мальчики особенно, потому что очень быстро, оперативно. По словам Артема, сначала помощь была исключительно их инициативой, но позже помогать начали и другие. Люди очень по-разному реагируют. Кто-то там слезы, да, от того, что у них там, откуда они приехали, все было в порядке. Они никогда даже представить себе не могли, что им придется там у кого-то что-то просить, там кастрюлю или идеала. Кто-то просто не верит до конца, пока мы не приедем. Да, и все это понятно, потому что в этой ситуации оказались все, и богатые, и бедные, и высокие, и низкие, и все, все, все. Все, пользуйтесь на здоровье. И до связи тогда, и все, пишите, да. Как бы у нас дома есть все. У нас и пришлось бежать, кто о чем думал, да. Вещи, документы, ну это рюкзак, детей за руки, все. Поэтому наши дети теперь будут счастливы, улыбаться. Они позволяют не только детям, но и взрослым дарят нам улыбки.